здравствуйте честно говоря совершенно не планировал записывать видео на эту тему замучившись вчера и сегодня вы удалять из социальных сетей из телефона все эти открыточки тип токовские бравурные поздравления с днем победы решил высказаться чтобы раз и навсегда поставить в крайнем случае для себя точку в этом вопросе чем поздравление приходили от бывших скажем земляков друзей товарищей детства просто знакомых ныне живущих разных странах и тем не менее продолжающих вот это вот все действие и так но уже поскольку вчера была 9 мая 23 февраля было раньше тем более что она сейчас уже второй год как плавно перетекает в 24 тогда было не до этого но начну таки с него то есть во времена ссср когда учился в школе это была традиция там на 23 февраля девочки дарили нам какие-то там открыточки подарочки самодельные или как там уже честно говоря детали не помню мы потом им на 8 марта если еще 8 марта как-то с этим я как-то мог смириться но типа будущие женщины там потом уже жена научила грязно ругаюсь на всех языках которые знает и не знает по поводу того что я только раз в году 8 марта женщина в остальное время рабочая лошадь что за праздник дурацкий ну в школе как бы по поводу 8 марта особо внутренне не возмущался по поводу 20 февраля всегда был такой скажем не высказанные не очень сформулированы что и внутренний вопрос с какого перепугу вот день совет тогда это щит это потом стало называться там в россии в беларуси по моему там типа день защитника отечества тогда был день советской армии военно-морского флота то есть участь школе какое богу я отношение имел к советской армии военно-морскому флоту чтобы меня поздравлять но потом когда в силу ряда объективных и не очень причин бог мил и в советскую армию так и не попал на срочную службу не долю естественно института не тем более после тогда уже возмущение внутренние да и не всегда внутренние было серия с кого перепугу вы там меня поздравляете язык болел объяснять я в армии не служил присягу не принимал то есть ни разу это не мой праздник единственное что ученикам в гимназии никогда ничего не объяснял по поводу этих поздравительных открыток мой адрес ну потому что хорошо и четко знал что это не столько скажем поздравление меня как там с днем советской армии или тогда уже днем защитника отечества вроде бы ну повод скажем высказать мне свое уважение не потому что я был одним из основателей гимназии одним из руководителей то есть по должности вторым человеком после директора это значение в данном случае не имела то есть уважение учеников было искренним в чем это не просто мне так хочется думать или мне так кажется или точнее казалось многие из них высказывали это уже потом закончу в гимназию проходя на вечер встречи или просто встречаясь где-то в коридоре гимназии на улице города высказывали это вполне себе четко и откровенно не говоря про то что в тех же уже упомянутых одноклассниках достаточно много друзей ну которые там считаются друзьями как раз из числа бывших учеников и ученик но тем не менее праздником какой-то датой я это никогда не считал не говоря уж про то что со временем узнав что собственно дата выбрана говорили в годы моей учебы в институте по справочнику среднепотолодского то есть большевики основатели советского государства первого в мире социалистического ну вот так сложилось я уж не помню сейчас эти детали на любой может и в интернете посмотреть и везде то есть дата это не имеет вообще никакого отношения не к образованию красной армии еще почему то ну вот взяли и выбрали потом до убили массовое сознание и а после распада ссср насколько я могу судить в крайнем случае в россии и беларуси это продолжается вдалбливаться и и парады и шествия демонстрации флажки песни ну в общем тоже своего рода если не победа беседу 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 я немножко другого свойства или другого наименования слова сказать продолжая как военную тематику эти все наклейки призывы слоганы там наши деды и воевали там то то могу сказать не за всех но за своих дедов которые воевали один из них еще в первую мировую воевал и уйдя так сказать в российскую императорскую армию потом семь лет провел в плену в германии вернулся уже в советский союз а потом от звонка и даже больше чем до звонка то есть вернулся он в сорок шестом в 1946 уже на родину прошел эту так называемую великую отечественную и я не помню чтобы он как-то упоминал ну скажем с теплотой с уважением еще чем-то вот этот вот день 23 февраля не помню я от него ни слова не полуслова и от одного из дядь своих которые тоже прошел войну который в общем-то царство его небесное конечно но любил крепкие напитки и проходил не в буйное к слову сказать им веселое состояние очень быстро тоже никогда не по поводу 23 февраля да боже мой что это за день еще это вообще за праздник ну и соответственно когда тошнего дня советской армии военно-морского флота к нынешнему не защитников и нынешнего дня защитника отечества плавно переходим так называемую победы почему так называемую я уже в одном из предыдущих видео не только предыдущих всегда говорил что день победы был пусть даже 9 хотя на самом деле 8 мая 45 года про праздничный кайц парад действительно со слезами на глазах был 24 июня того же 45 и опять же и мои деды и другие родственники которые прошли войну тоже никогда не припоминаю чтобы они какое-то скажем отдельное особое что ли отношения уж праздничная 9 мая да вы меня извините какой пол праздник вот выше упомянут и мой дед который и первую вторую мировую прошел по поводу войны помню только два его даже не рассказа два предложения что ли ли два упоминания точнее одно касалось советских фильмов про войну когда я у него спросил дедушка вот вы же дедушек бабушек на вы называл ну так сложилось семье вы же воевали вот что как мне ты знаешь ну он тоже какие большинство насколько можно судить не любил эти фильмы смотреть но если что-то и доводилось посмотреть так на этом не сказала я не могу сказать что этого не было то что в фильмах показываю я могу сказать одно что я такого не видел но второе это он мне сказал еще по моему младшим школьникам начальной школе что запомни внука ведь на всю жизнь немцы и нацисты это не одно и то же немецкая нация это одно а нацисты с которыми я боролся это совершенно другое это говорил мне мой дед совершенство владевший до последних дней так называемым хох дойчем то есть высоким литературным немецким языком и баварским диалектом совершенстве без акцента переводившие слушая на немецком же радиоприемнике немецкую радиостанцию немецкая волна на немецком же языке и переводя мне то что там говорили просто сразу вот практически синхронный перевод и собственно многие другие с кем доводилось но все-таки я родился рост время когда не так называемых реальных ветеранов было много я еще помню этих вот нескольких самоваров которых почему-то то есть как минимум ну не самоваров а вот как раз с руками но без ног которые на деревянных этих дощечках из как на колесиках из деревянными же такими типа отталкиваться от асфальта но не голыми же руками которые ездили по моему родному городу я еще и этих полный и вот практически ни от кого я не слышал и не замечал вот этого мало-мальски праздничного настроения были те кто в этот день извините за такие подробности напивался в стельку просто и кто-то шел спать кто-то сидел и заливался слезами здоровенные как это здоровые мужики с седой головой заливались слезами не помню ни одного который бы в этот день проявлял хоть какие-то признаки или зачатки агрессии как нынешние там день десантника или еще какой-то бред силой кобыл аналогичный то есть никто тогда не считал ну опять же никто из тех кого я видел кого знал с кем доводилось даже раз в жизни мимолетно встречаться и не помню ни одного который бы считал это праздником то есть праздновать точно нечего ну да когда рядом с путиным на красной площади сидели два ветерана в кавычках один да по возрасту ветеран но он потому скорее всего и дожил до этих лет что сорок четвертом году со снайперской ментов к и охотился на западной украине на тех кто там это у на унсо там что там тех кого тогда называли бандеровцами которых сейчас называют но тогда называли только на западной украине сейчас вся украина у них бандеров так вот он дожил до преклонных лет ну а второй родившийся в 34 году в 1934 ветеран блин он наибольшее его достижение это удушение пражской весны в 1968 таких ветеранов показывают по телевизору ну как минимум всем россиянам тем кто на минуту его включил и праздную и вот эти вот про эти праздную я понимаю что настоящие ветераны если они еще живы кого-то небось и него одного и туалет на улице и не то чтобы дорога грязная тротуара нет вообще не то что асфальтового там или с плитки вообще никакого денег деревне или на окраине какого-то города но и прочее прочее но и это вы мне хотят сказать что это праздник какой это может быть праздник праздник о по некоторым данным о 70 миллионах погибших в эту во вторую мировую войну во всем мире это это праздник это праздновать бряться не оружием в двадцать первом веке хотя вчера на параде там сильно прятать как оказалось не чем но тем не менее парад и праздник день победы и в ночь на этот праздник обстрелы украинских городов благо вроде бы насколько можно судить в этот раз в эту ночь обошлось без жертв обстреливают по ночам обстреливают мирных жителей и эта страна эти люди одна страна что такое страна страна это люди эти люди праздную до кого-то бюджетников там ими мелких чиновников кто по зову сердце кого согнали но кто-то продолжает искать те которые мне свалим в одноклассниках в ватсапе вайпер и эти вот тик токовские видосики коротенькие открыточки с 9 мая они в голове вот тут вот это праздник ну потому что слава богу пока никто никого в той же россии не поздравляет с днем смерти матери отца там сестры брата не дай бог дочки сына дедушки бабушки до этого еще не дошло но праздник вот это праздник вот с этим поздравлять вот эти вот песни пляски и уже не говорю сейчас про эти буквы vz и прочее вообще про все остальное просто про сам день который ну любого нормального человека праздником быть не может более того не должен поэтому вчера по моему ли когда записал отдельное видео что возможно это очень надеюсь на то что это будет последний праздник победа бесе не только в россии но и в моей родной белоруссии наконец-то пусть скажем с помощью так называемого административного ресурсов до народа может быть дойдет что эта дата праздником быть не может а уж день 23 февраля на осколках бывшего ссср еще раз повторюсь придуманный просто дата ничего не несящая никакой исторической и фактологической нагрузки не несящие в себе про это тоже надо ровненько забыть выкинуть это все но или может быть пройдет действительно 40 лет необходимых когда-то моисею который водил свой народ по пустыне чтобы умер последний помнишь и египетское рабство так и здесь может быть нужно столько я до этого момента увы вряд ли доживу хотя очень бы хотел оставайтесь здоровы слава украине живи беларусь